На улице Гурьянова в Куйбышевском районе Самары пожар дело нередкое. В конце января здесь вспыхнула крыша дома номер 3. В огне погиб житель дома, пожилой мужчина. Предварительная версия – неправильное обращение с электроприборами. Ну как можно соблюдать? Вы как себе представляете, я не пойму. Вы должны встать утром и пойти, значит, что-то смотреть, что-то делать, что ли. Вы в квартире встаете, что-то делаете. В квартире те же самые провода. С начала года в Самаре произошел 161 пожар, 13 человек погибло. Ситуацию усугубляют установившиеся в Самарской области аномальные морозы. Люди греются кто чем может, особенно в частном секторе. Используют печное отопление и, конечно, электричество. Электропроводка не справляется. Особенно у нас, как вы можете заметить, именно старые дома горят, где проводка уже старая, не менялась. И в связи с этим происходят пожары. Проконтролировать каждый частный дом сотрудники отдела надзорной деятельности, конечно, не могут. Делают то, что в их силах проводят беседы с жильцами. Тем, кого дома не застают, наклеивают на ворота памятки о мерах пожарной безопасности. Кстати, за несоблюдение этих требований в законодательстве предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей. Мариана Мирна, Станислав Левин. События. Продолжение следует...